Но Йорш оказался под блокадой. Вражеский флот, не имея никаких вообще реальных на то оснований, взял и начал портить мне жизнь. Я думаю, что три моих корабля в состоянии будут, объединившись, пойти и отбить Йорш. Либо нефиг, даже несмотря на то, что четвертый пока у нас только в пути. Ладно, погнали отбивать Йорш. Че нам остается-то? Что нам надо? Так, этот парень пускай тут так и сидит. А на Йорше что я хотел сделать-то? А все, что я хотел здесь сделать, и так уже здесь сделано, если я правильно понял. Да. Так, мне кажется, или в павлине у пиратов какой-то новый убершип появился. Это не убершип, это старый их флот. Стоит себе. Наслаждается свободой. Пока. Скоро его мы оттуда искореним. Так, Бундус. Бундус колонизировал планетку. Нужно бы полярное сияние отсюда убрать. Отменив негативные бонусы. Также, раз уж это наука, то, соответственно, поставить здесь вот эту штуку, исследовать здесь луну, чтобы можно было собирать пыль лучше. Ну а также, хотя полярное сияние у нас дают неплохие бонусы по... По утешению местного населения. Так, вот так вот оставим его, Бундус. Пускай развивается. Ремор. Мой маленький, бедный ремор. Тем не менее, не такой уж и бедный. Огромные выходы... Огромные выходы и инструментов тому подтверждения. А вот торговать ему как-то не очень улыбается. Почему-то. Почему-то не хочет он хорошо торговать. Есть подозрение, что даже когда я сделаю космический лифт, на пользу ему это не пойдет. Скорее, наоборот даже. Все ухудшится. Кстати, вот на цинге я хотел посмотреть. Да, на цинге ситуация с энергией выправилась значительно. И следует здесь, соответственно, поставить следующие типы построек на будущее. Потому что инструментов много производится на цинге. Так, все, готово. На этот ход. Вот, двигаем наши корабли по направлению к их конечным пунктам назначения. Сюда только что прибыл кто? Сюда только что прибыл еще один заразитель. Пускай отправляется в ту же систему. Конечно, они, видеть, немножко отстают друг от друга. Но лучше так, чем никак. А мы... Оба-на! Сеятели оказались во вражде с амебами. Сеятели, судя по всему, решили сеять доброе и вечное совершенно... Совершенно враждебным для этого самого доброго и вечного способом. Так, ну а нам пора защищать Белатрис. Становимся здесь, блокируем выход из системы. Я надеюсь, что это никак не скажется на наших друзьях из Гармони. Будем держать их под защитой своей. А пожирать ли это уже флот 5400? 5400 это флот на защиту... На захват планеты, вернее. А не на защиту от моих кораблей. Поэтому... С этим мы и справимся. Он вообще не может оказать никакого сопротивления. Игра наподобие цивилизации? Да, Retry Moon. Только в космосе. Так, соответственно, Квадус закончил строительство последнего на его веке заразителя. По крайней мере, на данный момент. Сейчас этот самый построенный заразитель, просто сконцентрировав все свои самые лучшие ракетные оружия на скауте Империи, должен его в лепешку укатать. И отправиться, соответственно, на Неррот, а оттуда на Йорш. Да, да, раскатан парень. Заразитель, получив первый боевой опыт, отправляется. Так, здесь я, по-моему, уже сказал... А нет, здесь у меня еще нужно посмотреть на Мегрец, который только что закончил торговлю. Население здесь будет возрастать достаточно быстро, причем достаточно неплохо. О, господи, какие огромные выходы-то. На самом деле, тундра, и это дает потрясающие выходы инструментов. Надо бы как-то побольше планет обратить в тундру, на будущее. Но пока в этом говорить рано. Нужно, кстати говоря, еще и немножко торговлю подбустить, науку подбустить, права колонии изучить. Боже мой, сколько этому Мегрецу еще развиваться. Да всем, на самом деле, планетам моим, еще развиваться и развиваться. Так, ну, эти вояки движутся в правильном направлении. Правильной дорогой идут товарищи, как говорится. Здесь же я не понимаю, почему противник так и не рискнул на меня... Вернее, не рискнул налететь на систему, хотя должен бы, по идее, нельзя останавливаться, если ты уже летишь по направлению к чему-то. Но да ладно. Так, аува никак не закончит права колоний качать, после чего получат 10%-ный буст по всему ЕППН-у. Мегрец. Развивается. Эта планета вообще забытая, зато, по крайней мере, глядите, население здесь выровнялось. Так, а осваивается игра быстро, есть обучение хорошее. Обучение исключительно несколько экранов, по которым тебе предстоит прочитать что да как. Так, если для вас это не хорошее обучение, то, наверное, игра тяжеловата в освоении. Но, по большому счету, даже мне этого хватило, соответственно. Не могу сказать, что все будет вам особо тяжело. Так, что у нас здесь? Только что прокачался опять наш военный герой. Нужно брать ему, наверное, ветерана, потому что все остальное уже взято. Так, также сеятели улучшают отношения, это хорошо, потому что они, смотрю, стали самой воинственной расой там. Пираты начала вторжение в павлин. Пираты начала вторжение в ёрш. Да что такое-то? Такое ощущение, как будто эти пираты не такие уж независимые, а очень тщательно скоординированные парни, которые всячески мне начинают портить жизнь. Так, это, судя по всему, технологии для атаки ракетами. Ой, для атаки лазерами. А где технологии для атаки ракетами? Кто мне скажет? Это наука. Это универсальные товары, какие-то для грузоподъемности кораблям. Кстати, это хорошая технология, но до неё ещё надо добраться. Вот это, на самом деле, классная вещь. 100% избытка еды конвертируется в детали, но добраться досюда вообще нереально. Храм вечных можно построить по этой ветке, но это, опять же, всё слишком-слишком-слишком далеко. Из ближних перспектив. Вот она, хорошая вещь. Но, учитывая то, что нам необходимо построить... Можно, кстати говоря, получить корабль ещё более высокой... Более высокой тоннажности. Протей. Здесь трансформации. Здесь, вот, кстати говоря, неплохой апгрейд для улучшения выхода с планеты ресурсов. Но... Нужно ли нам всё это? Минус 40% перенаселения. Возможно, нам имеет смысл какую-то дипломатию развить. Адаптивные тарифы. Куча энергии будет. Так, договора. Хм, возможно, вот эту штуку имеет смысл изучить. 10 бонус по итоговому пути. В договору сотрудничество на звёздная система. Плюс ещё все системы станут крайне счастливыми, потому что у меня есть 3 договора о сотрудничестве. И благодаря этому выходы сильно повысятся во всех системах. Но следующим нужно, конечно, брать теорию игр, я подозреваю. И это при том, что я совершенно забил на военные технологии. Возможно, мне следует сейчас, знаете, что попробовать? Возможно, мне следует сейчас попробовать зайти в дипломатию. Поговорить с моими друзьями-сеятелями. Так, это Горацио. Вот они, кажется, сеятели, да? Да, сеятели. Потому что у них наверняка имеются какие-нибудь технологии интересные. Рудиментарная телепатия. Сенсоры мозговых волн. Глобальный технопарк. Что мы можем им за это предложить? Пыль. Одновременный платеж. Посмотрим, насколько они падки на пыль. За копейки готовы отдать? Нет, не готовы за копейки отдать. Забавно. Они хотят, типа, пыль и еще что-то. Соответственно, давайте дадим им эту самую пыль. Давайте дадим им эту самую пыль и какую-нибудь дешевую технологию. Дешевую технологию не хотят. Продвинутая стимуляция дорогая технология. Броню не хотят. Изотопы не хотят. Плазма гейт. Эх! Так, а тектонику? О, за тектонику они зайца в поле лопатой убьют. Соответственно, давайте все-таки отцепим им пыли. Сколько они там? 350? Я же сказал, 350, а не 1350. Прикольно! Ребята, я, кажется, только что нашел бах. Ха-ха-ха-ха. Глядите, я только что нашел бак. Вводим число. Одобрение сделки увеличивается. Пыль не падает. Но я, конечно, обузить не буду. Это как-то слишком жестоко. Ты в научной ветке, здесь нет вооружения, и зато есть увеличение от ножа Да это-то понятно А давайте, кстати говоря, дадим Реценг Например, у меня его что-то дофигища как-то Нет, не так уж и дофигища Три из пяти А вот Ядромиль вполне можем дать один О боже, они обожают Ядромиль Не обманывай, бедный компьютер, ну как скажете Хорошо, если вы так любите гидромиль, давайте я немного снижу цену До двухсот... нет До двухсот шестидесяти Семидесяти Восьмидесяти Восьмидесяти двух Восьмидесяти трех Восьмидесяти четырех Восьмидесяти трех Восьмидесяти четырех И один гидромиль Окей, по рукам, ребят Вот же ж мелочный какой Да ладно Это называется взаимовыгодное сотрудничество А что мы можем получить от Горацио? Технологии можем какие-нибудь получить? Какая-то... Какая-то хрень можем получить Попробуем еще раз купить за пыль А эти ребята гораздо дороже ценят свои технологии И опять же больше определенного уровня делиться не хотят Но Горацио будут скоро уничтожены Поэтому им можно дать какую-нибудь Технологию Например, вот эту По торговле Которая им будет совершенно бесполезна А самим получить Компактные системы охлаждения Не знаю, что такое Что это такое Но что еще с вас можно посмотреть? Синяя плесень можно с вас взять Все, больше ничего нельзя с вас взять Планеты они мне не отдадут Торговля пылью Даже одну единичку пыли не хотят мне отдавать Ладно, бог с ним Принимаю такие условия Технологии получены Кто еще там с нами в союзе-то был? Другие амебы были с нами в союзе Но они нас и так не любят, если не ошибаюсь Управление гравитацией Трансформация в ау-планетарный институт Так, пыль любите? Амебы Собираем технологии с миру по нитке Технологии любят, но не... О, деньги любят, но не до самозабвения Полторы тысячи пыли хотят за нее Ну и что, какую-нибудь хрень возьмете от меня, нет? О боже, теория ксенторговли Вводят их в экстаз Равно как и продвинутая стимуляция Так, активная защита Ладно, возьми... Обменяемся вот так Пожалуй Будь-будь хоть что-то В конце концов Деньги мы нарастим Технологии изучать дольше Ну все, вроде как со всеми поторговался Собрал со всех Со всех, что... Все, что мог Даже перец кому-то один всунул Но это... Но это только на пользу мне Так, а вот тут прибыл вражеский флот Совершенно не умеющий сражаться И значит идеальная цель для прокачки Просто убиваем их И ждем Когда придет что-то более Удачно Итак, левел нам не дали Но Белатрис мы держим В ежовых рукавицах Помогая нашим Друзьяшкам Выжить Так Здесь глобальный технопарк Будет построен Вот, ну как оказывается На Нерет, кстати говоря Нужно посмотреть что там Так, Нерет, Нерет, Нерет Нерет у нас неплохо так развился уже Учитывая, что он и так Почти в восторге Можно даже начать осторожненько Колонизировать вот этот вот метан Метановый Сгусток Не забыв Парить им права колоний Вот После чего Хотя он не торгует Сволочь не торгует Печально Досадно Но Ладно, не всем Не всем все-таки в этом мире Суждено быть торгашами Павлин закончил колонизацию Второй по счету планеты Для себя Готов Проспециализировать ее Но Я думаю, что все-таки Перед тем, как начать ее специализировать Лучше было бы Здесь построить, например Сеть Межпланетного транспорта Да Так и сделаем, наверное Хотя нет Здесь у нас будут большие проблемы с едой И это у нас Арктика Арктика На Арктике у нас Вот эта штука будет хорошо работать Планет со следной луной Плюс 3 зажителя Это гораздо больше, чем я получу Потому что это будет 6 Сейчас Да, 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 да Да, да Так и сделаем Минус 5 Энергии, правда, будет тратить Это минус 3, минус 2 И в сумме, наверное, будет даже выгоднее Да, слушайте, нет В сумме вот эти две Вот эти две штуки будут выгоднее Я обсчитался Так, ну а в остальном мы готовы Двигаем наши корабли дальше в систему Объединяем вот тут вот эти два флота Эй Не дали мне объединить вот эти два флота Придется сначала покарать пиратов Как следует Так, давайте-ка вот так Вот так Вот так И просто полюбуемся, как три моих новеньких Зрадителя Разнесут В щепки Вражеские пиратшипы Перец всунул Звучит жутко Кому-то там перец всунул С кем торговался, с тем и всунул Вернее, всучил я хотел сказать Я, скорее всего, сказал всучил А не всунул Все-таки Попробуй сверни И еще раз объедини К сожалению Задержка Стрима Не позволила мне прочитать Это сообщение вовремя Но я думаю, что это не шибко страшно Так, поливают они меня Но повреждения фактически не наносят А вот мои ракеты Если, конечно, попадут Должны противнику доставить Несколько неприятностей Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Конечно, они попали Пускай не все Пускай не сразу Но попали И на втором этапе просто Прикончат бедную Пиратскую малюшку Ты сказал всунул, правда, да? Да нет, как раз Сказал, что именно всунул перец Ну Извините тогда Мало ли что Может вырваться из этого рта К тому же у меня-то уже время Позднее Мне осталось где-то Где-то От получаса до часа До конца стрима Могу себе позволить нести Всякую Всякую чушь Так, забавно Еще один пиратский флот Нападает прямо тут же В прошлый раз Они начали С того, что Блокировали В смысле Пытались меня саботировать Саботаж Можно блокировать Инженерией Например, вот этой Но, опять же, честно говоря Как-то мне не хочется Даже особо с этим Заморачиваться С блокированием Их саботажей Я просто А, хотя вон Камуфляж Еще блокирует саботаж Можно закамуфлироваться Но, с другой стороны У нас и так Корабли Не особо роняются От них Поэтому Просто позволю себе Вот так вот Выставить карты Нажать автобой И полюбоваться На то Что предстанет Уже результатами Боя Да, уже на первом ходу От пиратских Корабление Осталось и следа Так, вот теперь Мы объединяем Флот Четыре заразителя Четыре заразителя Легко полетят И освободят павлин Так, туда же Будет подтягиваться Потихоньку И наша капсула колонии Которая уже давным-давно Жаждет Можно сказать Возможности Заселиться На последнюю Незаселенную планету В галактике Так Здесь нам больше Ничего по большому счету И не нужно Эта штука нам Ничего не даст Ничего хорошего не даст Поэтому просто Построим планетарный институт Получив кучу Разовых Маленьких Но вкусных бонусов И на этом Закончим с развитием Этой системы Которая На других планетах Тоже не помешало бы Ввести вот эту вот Обновочку Ибо она того стоит И здесь Кстати говоря Уже А здесь у нас Так Всего столько Нужно построить Что страшно сказать Но это все Здесь будет построено Все таки Потому что Система С большим выходом Ресурсов Этот самый наш Квадус Так Нерод колонизирует Этот Строит глобальные Технопарки Луны Космический лифт Надо построить Он же ведь Торговлю дает Да Он торговлю дает Примерно так В остальном же у нас Все развивается А вот Бани Бани Кстати говоря Тоже должна построить Вот эту штуку В остальном все Своим чередом идет Не знаю На самом деле Выдвигать ли мне Мой флот на Ну Канас Ну Сакан Боже мой Хрен выговоришь А выговоришь Так и потом Пожалеешь о том Что выговорил С другой стороны Если Если у наших Ребята Кажется Какое-то Обана Они кстати говоря Здесь сражаются Ну или не сражаются Что-то они здесь Что-то они здесь Сделают Значит Надо им помочь Значит Мы им поможем Но пока На этом Конец Хода Так Луна Шикарная Луна Внезапная На Бундусе 3 Покажите мне Ее Бундус 3 Причем Очень на самом На самом деле Удачно Потому что Бундус Нет стоп Бундус Не даст нам Никогда не даст нам Больших выходов Науки А жаль А жаль Но опять же Не критично Поставим здесь Захватываться Через 9 ходов Будет покорен Но Мы же не дадим Правда Последний корабль Прибыл Номерот Скоро у нас Здесь будет Достаточно Неплохой Флот Ударный Из Наших Нападателей Последней Модели Но пока Нападение Будет вестись Именно По этому Фронту Хищники С капитаном Кирой Бедняга Потрепанная Досталась И сейчас Кого то мы Сейчас кого то мы Отправим К Про отцам Ладно Даже нажму Нажму автобой Эти самые хищники Несмотря на то что И вооружены Гораздо сильнее Чем мои Чем мои заразители Нет Кстати не сильнее Не сильнее Ребят И хищники То слабее Моих заразителей Мои заразители Обладают вообще Подавляющей Боевой ракетной мощью И несмотря на то что Они отчаянно Пытались защититься От ракет Урон По ним прошел Именно так Как полагалось Уровень Получился Уровень Мы этот Вложим В Ветеранство Потому что Штурмовать Мы опять же Никого не собираемся А это даст нам В Следующем Ходу Уменьшение Стоимости Пыли Использование Пыли На планетах Так Ведь По моему Так Ну вот и все Конец хода Как увеличить КО кораблей Что такое КО Если расшифрую Что я тебе скажу Потому что я Честно говоря Еще в этих Расшифров... В этих сокращениях Плаваю Как рыба В космосе Так Шикарно Теперь на самом деле С этим самым Системным Многообразием У меня не должно быть Вообще никаких проблем С удовольствием В системе Да Глядите Как повсюду все Выросло Только павлин Недоволен Но это понятно Если бы у меня Болтался На На орбите Флот пиратов Я бы тоже Наверное Был бы не шибко Счастлив Так Ну а здесь Что 160 инструментов 220 Вот так Нужно будет делать Сразу после сети Межпланетного транспорта Увеличивая Довольство Наших Верноподданных Да Ну шикарно Просто шикарно Все В этом плане Хотя у меня и в прошлой игре Все было шикарно До той поры Пока меня не убили Так Ну что ж Пора ребят Вам ответить За свои преступления Пиратшипы Опять же Я не буду С вами церемониться Просто разгоню оружие И как следует Долбану вам По макушке Да В первом же ходу Прикончив Так Осада с павлина Снято Распространитель Теперь летит сюда Этот парень Да тоже Пускай на цинке Подождет Наверное Я почти уверен Что Флот Дельта Сам справится Хотя честно говоря Это будет самый сильный пират Из всех Которые здесь Представлены Так Иксоферм Добыли Здесь все Опять же идет Как надо Аува Начала Ах ты ж блин Эту штуку Оказывается Нужно строить А я обрадовался Говорю Что вон Все мои системы Счастливы Из-за этой технологии А нет Эту технологию Нужно еще разработать Но Будем ли мы ее Разрабатывать Я не уверен Маленькая Аува Самая защищенная Планета в галактике Наверное Справится и без нее Правильно я тебя понимаю Аува Нам больше отсюда Хотя тут будет 10% Бонуса Торговли Но 10% Ни в коем случае Не покроет Тех затрат Которые мы тратим На содержание Этой штуки Так А можно Слегка тише Слегка тише Что именно Можно Но только Пишите конкретнее Можно налог поднять У тебя радости 100 Не исключено Что даже больше 100 Собственно Количество кораблей Которые ты добавляешь Во флот А Это радар Такой на панели флота Самая первая Так подними налог И поставь здание На радость Доход лишний не будет Это понятно Так вот Отвечая На вопрос Про Лимит флота Лимит флота Дают Вот такие вот технологии Вот с орлами Соответственно У меня есть Исследована Квантовая Квантовая коммутация Еще чтобы увеличить Лимит флота Я могу исследовать Что например Вот какие-то орлы То есть 4 Лимит Кораблей на империи Соответственно Вот эту технологию Еще Еще есть какие-нибудь Технологии На лимит флота Военные ветки Я точно знаю Какие-то были Вот Но Они были на первых уровнях Вот например Координация Флота Координация